Кёртис Пишин В течение 10 лет Кёртис Пишин работал полицейским в Конкорде, Нью-Хэмпшир. Но его срок службы на страже порядка закончился, когда он заболел рассеянным склерозом. К 40 годам Пишин был вынужден устроиться на работу охранником на завод. 5 июля 2000 года он вышел в ночную смену. В час 42 ночи он вызвал пожарных после того, как его автомобиль необъяснимо загорелся. Никто так и не узнал причину возгорания. Но пожарные заметили, что Пишин казался необычно спокойным, учитывая тот факт, что произошло с его автомобилем. После ликвидации пожара он продолжил работать. Но приблизительно в 3.45 коллега заметил его отсутствие. Пишин загадочно исчез. И во время поисков не обнаружилось ни единого его следа. Из-за борьбы с рассеянным склерозом у Пишина была еще и депрессия. Поэтому предполагали, что он еще был склонен и к самоубийству. И у него случилось умственное помешательство, когда его автомобиль загорелся. Однако, из-за болезни Пишин не мог уйти далеко, чтобы совершить самоубийство. Поэтому его тело должно было быть найдено недалеко от места работы. Дверь и два торговых автомата на заводе оказались повреждены. Поэтому не исключали возможность, что Пишин столкнулся с преступником. Несколько лет спустя, один из бывших коллег Пишина, Роберт Эйприл, был арестован за абсолютно другое преступление. Говорили, что Эйприл утверждал, что это он убил Пишина. Однако, обвинения против Эйприла были сняты, так как никаких доказательств, связывающих его с загадочным исчезновением Пишина, так и не нашли. Том Томпсон 8 июля 1917 года известный канадский художник Том Томпсон отправился на рыбалку на Каноэ. Два часа спустя лодку прибило к берегу. Пустую. Пропали и два спиннинга Томпсона. На борту нашли лишь нетронутый пакет с едой и одно из двух весел. Поначалу его исчезновению не придали вида. Том был человеком творческим и вполне мог сойти на берег где-нибудь на отдаленном острове и любоваться природой сутки напролет. Спустя три дня на его поиски все-таки отправили группу рейнджеров. 16 июля тело 40-летнего живописца нашли плывущим по озерной глади в 115 метрах от суши. Экспертиза показала, что тело Тома очутилось в воде на второй день его отсутствия, но в легких отсутствовала вода. Не было и видимых следов утопления, вроде засохшей пены вокруг ноздрей. На виске покойного красовался узкий 10-сантиметровый синяк, а его лодыжка была 16 раз обмотана леской, туго впившейся в кожу. Следователь сделал, казалось бы, очевидный вывод. Несчастный случай. Художник запутался в снастях, поскользнулся и ударился головой. Марк Робинсон, близкий друг Томсона и один из рейнджеров, участвовавших в его поисках, заявил, что когда он срезал леску с ноги покойного, она выглядела не как случайно закрученная вокруг ноги. Он был уверен, что ее замотали специально, туго и аккуратно. Близкие тоже не приняли версию о случайной смерти, ведь Томсон был опытным рыболовом и попросту не мог так глупо запутаться в леске. Помимо теории о самоубийстве, высказывалось множество других гипотез. Его могли убить беглые чернорабочие или браконьеры, которых Томсон случайно увидел, или же вражеские шпионы, прятавшиеся в лесу. Высказывалась даже совершенно не выдерживающая критики версия о локальном торнадо, которое застало художника врасплох. Так или иначе, отчего умер Том Томсон, неизвестно и по сей день. Эйприл Фаб Одно из самых известных исчезновений в истории Британии произошло в Норфелке, 8 апреля 1969 года. 13-летняя школьница по имени Эйприл Фаб вышла из дома и отправилась к своей сестре в соседнюю деревню. Она поехала туда на велосипеде, и в последний раз ее видел водитель грузовика. В 14.06 он заметил, как девочка проезжала по проселочной дороге, а в 14.12 ее велосипед был найден посреди поля в нескольких сотнях ярдов от того места, где ее видели. Но никаких следов Эйприл не было. Похищение оказалось наиболее вероятным сценарием исчезновения Эйприл. Но у злоумышленника было бы всего 6 минут, чтобы похитить девушку и покинуть место преступления так, чтобы никто ничего не заметил. Масштабные поиски Эйприл не дали ни единой зацепки. Этот случай имеет много общего с исчезновением другой молодой девушки. Дженет Тейт в 1978 году. Поэтому в качестве возможного подозреваемого рассматривался Роберт Блэк, печально известный убийца детей. Тем не менее, нет никаких доказательств, позволяющих окончательно определить его причастность к исчезновению Эйприл. Брэндон Свэнсон Вечером 14 мая 2008 года, когда 19-летний Брэндон Свэнсон возвращался в свой родной город Маршалл, штат Миннесота, по сельской гравийной дороге, его машина вылетела в кювет. Брэндон позвонил своим родителям и попросил приехать за ним. Те немедленно отправились на поиски сына, но так и не смогли его найти. Отец перезвонил ему. Брэндон взял трубку и сказал, что пытается добраться до ближайшего города. А в середине разговора Брэндон вдруг выругался, и связь резко оборвалась. Отец Брэндона пытался перезвонить еще несколько раз, но не получил ответа и не смог найти своего сына. Позднее полиция нашла автомобиль Брэндона, но не смогла найти ни самого парня, ни его сотовый телефон. По одной из версий, он мог случайно утонуть в ближайшей реке, но никаких следов тела в ней обнаружено не было. Никто не знает, что побудило Брэндона выругаться во время звонка, но это было последнее, что от него слышали. Гюнтер Штоль Гюнтер Штоль раньше работал инженером пищевой промышленности в Вильсдорфе, ФРГ. На момент 25 октября 1984 года он был безработным и страдал легкой формой паранойи. Он неоднократно говорил своей жене о неких людях, преследующих его, с целью причинить ему вред. Чему она не придавала особого значения, считая это одним из симптомов болезни. Примерно в один из часов вечера он в очередной раз упомянул ИХ в разговоре с женой, затем неожиданно воскликнул «Теперь мне все ясно». Написал на листке бумаги шесть букв «ЙОКЦЕ» и тут же зачеркнул их. Сразу после этого он ушел из дома и направился в свой любимый бар «Папиллон», где заказал кружку пива. В баре он неожиданно потерял сознание и упал, разбив лицо об пол. Причем свидетели позднее заявили, что он не был пьян. После этого он уехал из Вильнсдорфа на своем «Фольксваген Гольф». Около часа ночи, 26 октября, он приехал в свой родной город Хайгер и попытался попасть в дом местной жительницы Эрне Хельфридс, религиозной женщины, которую он знал с детства. Недовольная столь поздним визитом, она посоветовала ему ехать домой. В ответ Гюнтер сказал, что в эту ночь должно случиться нечто очень страшное и ушел. Вполне возможно, что за два часа, прошедшие между его отъездом из Вильнсдорфа и прибытием в Хайгер, с ним случилось еще что-то, имеющее значение для расследования событий той ночи. Но свидетелей, видевших его в тот промежуток времени, не нашлось. Примерно в три часа той же ночи, двое водителей грузовиков Хольгер Мефферт и Георг Конслер, независимо друг от друга, обратились в полицию с заявлением, что видели разбитый автомобиль Volkswagen Golf в кювете на автомагистрале А45 в 100 километрах от Хайгера и стоящего рядом с ним человека в светлой куртке, выглядевшего раненым. По прибытии на место происшествия, полиция нашла Штоля в тяжелом состоянии внутри машины, без какой-либо одежды на нем. Он все еще был в сознании и успел сказать, что его избили четверо мужчин, находившиеся в машине вместе с ним. На вопрос, были ли эти мужчины его знакомые или друзья, он ответил отрицательно. Полицейские попытались доставить Штоля в госпиталь, но в ходе транспортировки он потерял сознание и умер. Эксперты, обследовавшие тело Штоля и место преступления, заявили, что смерть Штоля наступила не в результате побоев или падения его машины в кювет. Он был сбит другой машиной в другом месте и затем помещен неустановленными лицами на пассажирское сидение своего Volkswagen Golf, предположительно с целью инсценировать несчастный случай. Кроме того, в момент нанесения травм на Гюнтере уже не было одежды. Осталось неясным, был ли он намеренно сбит предполагаемыми преступниками или же он сам бросился под проезжавший автомобиль вследствие помутнения сознания, после чего водитель этого автомобиля попытался скрыть следы происшествия. Также оставалось неизвестным, реально ли существовали четверо мужчин, якобы находившихся в машине вместе со Штолем, или же его рассказ тоже стал следствием его душевной болезни. Смысл буквосочетания ЙОКЦЕ остался невыясненным. Возможно, Штоль хотел написать не ЙОКЦЕ, а ЙО-6ЦЕ, что выглядит как радиолюбительский позывной, выданный в Румынии. По другой версии, Штоль имел в виду компонент ЙОГУРТА с условным обозначением ЗЕ. Это могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Также было высказано предположение, что надпись могла состоять не из букв, а из беспорядочного набора цифр 027906. Субтитры создавал DimaTorzok